Привет, друзья! Вы на канале Техновейв, и сегодня покажем первый успешный полет Аэротокси Миднайт. Кухонного ИИ-робота, который умеет готовить и даже самостоятельно заказывать продукты для вашего любимого рецепта. Покажем вам первый успешный ракетный двигатель, который создал искусственный интеллект. Переместимся в Китай, где успешно провели испытания многоразовой ракеты-носителя. Ну и напоследок увидите, как в Японии из человеческой кожи сделали лицо для робота. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Стартап Archer Aviation сообщил об успешном тестовом полете Аэротокси Миднайт. Аппарат сумел успешно завершить переход между вертикальным взлетом и набором крейсерской скорости на уровне 160 км в час. Кабина Миднайт рассчитана на пилота из четырех пассажиров. Также в салоне предусмотрено место под багаж. На хвосте самолета расположено 12 пропеллеров с собственными электродвигателями, которые обеспечивают максимальную скорость 241 км в час. Масса Миднайт 3 тонны. Полного заряда аккумуляторов хватит для полета на расстоянии от 32 до 80 км. Самолет умеет совершать вертикальный взлет, постепенно переходя к полету с использованием крыла посредством наклонных винтов. Самолет уже получил сертификаты ПАРТ-135 и ПАРТ-145 от Федерального управления гражданской авиации США. Пилотируемые полеты запланированы на 2024 год. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела испытание прототипа первой стороне многоразовой ракеты-носителя с вертикальным взлетом и посадкой. Тестирование прототипа состоялось на космодроме Цюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая. В рамках испытания ракета поднялась на высоту 12 км. Эксперимент длился 6 минут. В конце ракета совершила контролируемую вертикальную посадку. Прототип диаметром 3,80 м комплектуется тремя двигателями, которые работают на жидком кислороде и метане. По словам представителей китайской компании, испытание ракеты стало важнейшим этапом в исследовании и разработке многоразовых ракет и позволило инженерам оценить эксплуатационные характеристики многоразовых двигателей. Первый полет многоразовой ракеты запланирован на 2025 год. Компания Шефи Роботикс представила необычный кухонный гарнитур, способный самостоятельно кормить семью. Многофункциональный робот способен приготовить блюда из огромной базы данных для 4 или 6 человек. Он даже умеет самостоятельно заказывать ингредиенты для готовки. Робот состоит из нескольких элементов. Сверху расположен охлаждаемый шкаф, где хранятся скоропорчущиеся продукты и сухие ингредиенты. Внизу трехэлементная плита в виде столешницы или утопленной в стойку конструкции. Это уже зависит от комплектации. Когда шеф не активен, члены семьи могут использовать плиту в собственных целях. Пользователь может устанавливать дату и время, когда блюдо должно быть готово к употреблению. Для контроля процесса приготовления используется камера с искусственным интеллектом. Готовка еды производится с помощью роботизированных рук манипуляторов. Для составления еженедельного плана питания используется в фирменное приложение. Софт предусматривает свыше 5000 рецептов, но пользователь может создавать и собственные. Стоимость такого робота составляет 14995 долларов. Сотрудники университета Шеффилла успешно испытали первый в мире жидкостный ракетный двигатель, полностью спроектированный искусственным интеллектом и напечатанный на 3D принтере. Удивительно, но он заработал с первой попытки. Разработка началась с утверждения спецификаций двигателя, на что ушло менее двух недель. 3D-печать компонентом заняла еще несколько дней. Больше всего времени потребовала доработка деталей, поскольку ее самостоятельно выполняли сотрудники университета. Все дело в том, что механизмы искусственного интеллекта не готовы к настолько филигранной физической работе. Несмотря на это, весь творческий этап полностью лег на искусственный интеллект. Это стало возможно благодаря вычислительной модели Neuron. В ходе тестов ему удалось проработать 12 секунд и развить тягу в 20 тысяч лошадиных сил. Его компоненты изготовлены из сплава хромо-циркониевой меди посредством аддитивной печати. Для охлаждения использовался керосин. Его подача осуществлялась через каналы диаметра в 0,8 мм, чтобы доводить температуру двигателя до 250 градусов. Температура в камере при этом достигала 3000 градусов. В Японии вырастили кожу для робота. Созданная из настоящих тканей материалов, будущее может использоваться для выражения более точных эмоций роботами-гуманоидами. Также разработку можно использовать в косметической промышленности. Для ее создания использовали культивированную смесь настоящих клеток человеческой кожи. А в качестве каркаса использовалась напечатанная на 3D принтере смола. Внутри материал содержит связки, обеспечивающие ему необходимую гибкость. В рамках эксперимента ученые надели кожу на роботизированное лицо, способное имитировать улыбку. Итог одновременно впечатляет и ужасает, потому что лицо в самом деле напоминает человеческое. Испытание материала проводилось на протяжении одного месяца. Выращенная кожа не только сильно напоминала настоящую, но и создавала эффект мимических морщин, которые встречаются у нас с вами. Эту особенность можно использовать для тестирования новой косметики и средств по уходу за кожей. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.